Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии. Занятие у нас сегодня семинарское. Да, зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич. И сегодня мы будем говорить о втором томе науки логики Гегеля, об учении, о понятии. На прошлом занятии была лекция и были предложены некие вопросы, которые сегодня было бы хорошо обсудить. Давайте мы начнем с того, что товарищи, которые желают высказаться по тем вопросам, которые были заданы для рассмотрения. Выскажутся. Кто хочет высказаться? Товарищи, давайте не стесняйтесь. Нет, в любом, в любом порядке выходите, высказывайтесь. Кудеик Антон Сергеевич, слушатель первого отделения Красного университета. Так вот, третий вопрос – это суждение и умозаключение. Так, суждение – это есть положенное в самом понятии, определенность понятия. И формы суждения, она… Вот выглядит так, что субъект есть предикат, да? Все правильно, да. Да, субъект, то есть, как пример, роза есть растение. Давайте немножко отступим назад и разберем первое, первое ваше утверждение. То есть, положенное в самом понятии, определенность понятия. Определенность понятия, да. Давайте начнем с того, тут, может быть, товарищам и непонятно некоторым. Ну, определенность – это, получается, отступим отрицания. Что такое определенность? Это не бытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Так. А положенное в самом понятии, что означает? А положенное, положенное, как бы, нечто, да, это уже, как бы, бесконечное, взятое с конечным, да, как момент. Не совсем, нет. А положенное – это просто бытие, взятое с отрицанием. То есть, не просто как бытие, как есть, а взятое с отрицанием. Взятое с отрицанием. Так, ну и что получается? Вот вы сказали, что у суждения имеют вид, субъект есть предикат. Нет, есть предикат, да. Где здесь положено, что здесь положено, что здесь определенностью является? Так, положено здесь единичное, да, потому что субъект, предикат – это то всеобщее, к которому относится единичное. Мы знаем, что это то всеобщее. Ну, в качестве субъекта кто будет, что будет выступать? В роли субъекта, ну, нечто конкретное. Единичное будет выступать в качестве субъекта. В качестве субъекта выступает… Вот этот переход к субъекту есть предикат делается в тот момент, когда мы на самом деле увидели, что в понятии есть моменты и единичное. Мы сейчас это разберем. Единичное есть всеобщее, да. То есть и субъект есть предикат, субъект – это единичное, а предикат – это всеобщее. А почему… Давайте посмотрим, почему здесь определенность, почему речь идет об определенности. Вот вы сказали, положенное в самом понятии, определенность понятия. Определенность понятия. Так. Где здесь определенность? Где здесь определенность, да? Определенность. Кто-нибудь может сказать, товарищи? Это общий. Что? Определенность и отрицание просто, да? А это особенное как-то относится к этому? Ну, надо единичное. Мы же… Вот единичное мы рассматриваем, да, то есть мы как бы берем единичное. я и говорим единичная есть всеобщие роза есть растения и да единичная и даже отрицание все общего то так мы к единичному пришли через отрицание да мы с отрицали всеобщее получили особенно отрицали особенно я получили единичное вот вам и определенной это отрицания а почему она взятая как положено и потому что она взятая не совсем ну надо она взятых бытие до нога отрицание то где но отрицание то как раз здесь и есть его отрицание отрицание определенности есть определяет что он взяться своим отрицаем на самом деле это бытие у вас будет субъект есть предикат субъект это предикат или нет вам очевидно что субъект это не предикат на самом деле суббит субъекта приди когда приди каться то есть когда мы берем в суждение так такого форма субъект есть предикат мы берем субъект как определенность а предикат на самом деле то что всеобщее она является отрицанием этого субъекта ну вам очевидно что субъект это не предикат потому что субъекта субъекта предиката предиката предикат то есть и у нас мы бит мы поэты поэтому вот и возникает такая такая сложная конструкция значит и причем это и другое понятие вы не забыли что и единичное понятие и всеобщее это понятие и все это понятие и нет они до тем же сам да это это и понятие и другой поэтому положенное в самом понятии определенность понятия мы взяли определенность понятия единичная взяли его как положено то есть отрицанием всеобщим потому что мы говорим субъект есть предикат 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 это всеобщее она отрицает единичная но взята с отрицанием то есть определенность взята с отрицанием и все это и все это в понятии то есть это мы говорим о понятии никуда мы из понятия не вышли правильно и это все есть понятие потому что суждение это тоже понятие она раскрывает понять вот поэтому такая сложная конструкция которая как бы кажется на первый взгляд которую нельзя пройти но она вот так вот объясняется отлично хорошо давайте спасибо кто еще хочет высказаться давайте разберем вопрос о том моментах понятия какие моменты есть у понятия почему они как они возникают откуда что такое понятие вообще он первый вопрос понятие как снятое бытие через которое просвечивает сущность кто хочет осветить вопрос давайте начнем к татьяну начале мы рассматривали наличное бытие отрицание любого наличного бытия снятая наличное бытие есть сущность это неправильно смотрите вот мы об этом говорили когда мы изучали сущность что на самом деле в сущности не снимается про наличное бытие снятием ну или отрицанием наличного бытия является небытие просто небытие небытие это отрицание в которой есть в наличном бытие все всякое бытие отрицали мы чтобы идти в сущность всякое бытие они просто не только на личное а что вы бесконечно не отвезли мне не отрицали конечно мы не отрицали нечный мы не отрицали когда переходили в сущность machine все всякая у через да так вот и будем к сущности соответственно но чтобы рассмотреть сущность мы должны говорить о бытии то есть получается что мы опять приходим бытию такому ли те и сквозь которая просвечивает его сущность нет как то вы быстро перескочили значит когда мы говорим о сущности действительно мы отрицать сущность уже к сама по себе отрицает любое бытие теперь мы брали категории сущности и видели что когда мы их берем мы их берем как что как бытие но мы как бы помним что мы на самом деле в сфере сущности находились так ведь и мы их надо брать не как бытие а как отрицание и как это было получалось вот это вот еще никуда еще мы никуда еще мы пока никуда не пришли мы брали в сфере сущности всякое бытие его сразу же отрицали и это мы называли рефлексии называли это рефлективными определениями рассматривали эти рефик те рефлективные определения в сфере сущности и там бытие как бы проползала все время она в первый раз там появилась в явлении потом в действительном потом в субстанции и об она проявилась полностью осталось только бытие вышедшие сущности и это уже не сущность оказалось это оказалось как раз понять только такое бытие сквозь которой просвечивает его сущность да но не просто бытие который свойство которая просвечивает его сущность вы здесь пропусти упустили тот то начало от которого мы пришли то есть это восстановленное бытие через которое просвечиваясь сущность или восстановленная через сущность бытие надо не забыть что мы шли вот от того самого начального бытия да мы прошли через сущность и пришли к бытию опять быть и это тоже самое бытие которая была сам не обогащена сущно она потому с бытию имеет отношение вот мы и вот мы поэтому и говорим что это восстановленная через сущность бытие мы здесь и указали на начало на то бытие которое как бы мы брали в начале мы указали путь что это мы прошли через сущность и мы указали то где мы оказались восстановлена через сущность бытие и это будет понять так отлично хорошо спасибо так давайте дальше единство единичного особенного и всеобщего в понятии кто хочет раскрыть этот вопрос давайте так в науке логике рассматриваются понять и начинает рассматриваться со всеобщего всеобщее это абсолютное отрицание чистое соотношение понятия с самим собой отрицание всех особенностей всех различий однако при этом гигель указывает всеобщее может иметь определенную особенность которая разрешается в другом более высоком всеобщем и в этом случае он становится относительно всеобщим или родом затем гигель и затем переходим к особенным рассматривая его как всеобщее которое отличается от другого особенного имеющуюся ту же всеобщность наличием какой-то особенности то есть определенности понятия отрицаем понятия при этом разность этих особенных как-то у вас два а почему два особенно вас появилась вы было всеобщее понятие как всеобщее мы рассматривали потом мы отрицаем эту всеобщность появляется особенно особенно и отличается только от другого особенного которая находится только давайте поймем сначала а от всеобщего то она же как-то отличается или нет но является так это правильно отличие отличие турники еще есть остальным они не должны в основном они различаются то есть вот в каком-то одном в какой-то одной определенности кунта одном отрицании отличаются и собственно говоря в этом в этом способе мы и выделяем особенно и особенность составляющая как входящего в это всеобщее она не входит одну в другое на самом деле а оказывается что нет никакого всеобщего которое не было бы особенно давайте большого счета мы уже выше говорили что любое всеобщее имеет какую-то какую-то особенность которая решается в более высоком всеобщем соответственно большого счета мы не имеем такого всеобщего который одновременно не являлась в особенно наоборот и соответственно а бывает ли такое особенно и единичная как как-то у вас появилась вот здесь здесь надо понять что не бывает и особенно и всеобщее это все понятие причем каждый из них как говорит гегель есть целокупность самом начале введение собственно говоря лиги рука то что любая категория есть вообще-то万 лет нач начался все общие то есть любая категория является как друзья многократного повторения как проблем 다른 вот рассмотрения на вот я там уже понять поэтому любая категория является делать всё очень в старении эошит ŚWiyć which что значит любая категория или категория на личном быть на лично бытие является всеобщим всеобщей категории собственно и в том смысле что она при применимо ко всему но мы рассматриваем сейчас сферу понятия да и понятия у нас выступая сначала как всеобщее просто потом как особенно да потому что ну с отрицанием берем что такое определенность взять отрицанием потом мы отрицаем отрицание получаем единичное но в итоге оказывается что и всеобщее и особенно единичная есть одно и то же это все понятия и каждый из них образует целокупность то есть если мы говорим об единичном мы подразумеваем особенно и всеобщее если мы говорим об особенном сначала подразумеваем единичное и всеобщее хорошо и получается что вот эти одновременно и всеобщее и особенно единичное хорошо спасибо так ну давайте поговорим о каких-нибудь понятиях может быть и конкретных каких-нибудь кто хочет рассказать там какой о каком из понятии например том что такое война понятие войны кто-нибудь можем дать вот говорят зачастую отлично значит война это вооруженная борьба нации нации классов или или государств давайте разберем а вот это понятие если мы говорим о вооруженной борьбе государства что мы как какую мы войну имеем ввиду но обычную войну до между государствами если мы говорим о классовой войне классов получаем гражданскую войну если мы говорим об войне наций национального ну при национально освободительная война она не обязательно может вестись между государственная правильно это может быть одна нация вести войну за свое освобождение по отношению к угнетению например другой нации и тогда не обязательно это два государства воюют между собой не обязательно не обязательно это не обязательно иметь такую форму это может иметь такую форму но вовсе не обязательно что именно война идет между двумя государствами хорошо так давайте пойдем дальше а вот какая связь между понятием и определением в чем отличие вот мы там говорили об определении в учении обытии в чем различие между понятием и определением кто может сказать давайте начнем вспомним что такое определение так вы как-то я понял что вы все знаете давайте дадим другим попытаться ответить товарищи определение что такое громче в нем пути а чем в себе быть и отличается от нем бытие тем что где где ему значит в в себе бытие это просто раньше с собой до момент равенства с собой а в нем бытие это такой момент равенства с собой который активно против стоит выходу в иное вот и об этом моменте идет речь в определение и я хочу заметить что в определении вообще-то как бы так можно попытаться разделить определение и понятия к но в самом определении вы видите что гегель на сущность то указывает нельзя совсем оторвать определение сказать что безусловно что можно сказать что в понятии определения есть потому что понятие это более высокая категория и там определение содержится но у гегеля получается вот определение дать без категории без сущности он все равно указывает что там сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто в нем бытием так что здесь связь есть но вот так если говорить об определениях то можно сказать говоря об человеке какое как можно определять человека что такое человек вот гигель как определял человека когда он дает определение человека мыслящий разум да а здесь есть какое-то вот можно ли сказать что это определение человека почему а зачем нам и почему почему в определении вообще нету речи про материи почему вот это то что человек мыслит это его качество ну то что он разумен это его качество вот мыслящий разум вот если он перестает быть мыслящим разума то есть он противостоит переходу в животный мир например то есть если вот то что то качество которое являет то что мыслящий разум то есть он мыслит и мыслит разумно противостоит переходу в иное в гриб например или в дерево но противостоит вот это вот качество которое вот это способность мысли человека она противостоит переходу в иное иное книга человек это не книга ведь поэтому то что человек мыслит ему является в нем в нем бытие моментом в нем бытия для человека поэтому можно сказать что мыслящий разум это определение человека а если мы говорим о понятии то что мы должны указывать штак как мы понятия определяем до должен должна должна сущность как-то просвещивать в бытие в бытии а какая какая сущность у человека что-то в чем заключается в общественных отношениях то есть человек это он как человек по понятию только в обществе в общественных отношениях поэтому если мы говорим оба скажем том определит том определение который давал маркс человеку огонь определение давал кто помнит да давайте но это варить и соединилась объективное и субъективное то бишь вот душа соединилась телом и душа с помощью тела может познать познавать вот здесь и здесь проявляется и как раз и когда вы мне объясните что такое душа я мы смогу вам ответить на этот вопрос да вот вот у него душа это все что связано с духом то есть идея абсолютной на самом деле не со спроса стас абсолютно идеей душа это как бы реализация абсолютной идеи в некотором смысле то есть дух вот он говорит бог дух вот вы говорите способ достижения достижения истины по гегель это не сможет познать саму себя не дали даже но движение у гегеля как бы весь мир который он его мировоззрение заключается следующем есть идея идея развилась на материи материя развилась до своей высшей формы до человека человек у него из дух как бы он познал как бы материя познала саму себя и вернулась и познала дух вернулась к духу к опять к абсолютно идеи и получается что абсолютный с абсолютной идеи начали прошли через материю и абсолютно идеи закончили для материалистов абсолютную идею в том смысле к смысле которые которые понимают и и гегель мы отбрасываем есть материя она развилась до человека до высшей своей формы смогла отразить саму себя познать саму себя отразить в ну чем и от раза отражаем до в сознании поскольку поскольку мы обладаем этим свойственным свойством высшей формы материи отразили материю и поняли как ее преобразовывать и для материалиста абсолютная идея это как раз единство идеи познания познать и идеи дальнейшего преобразования мира в соответствии с познанием вот это абсолютная идея и это совершенно материалистический подход если вы вспомните владимир ильича ленина и его философские тетради 29 29 том полного собрания сочинений то когда он там разбирает науку логике он говорит вот когда пришли к абсолютной идеи все понятно идея познания мира и идея его преобразования абсолютно материалистический подход так что когда гегеля мы изучаем все-таки мы его идеалистические такие заходы должны немножко пропускать молочек культет насчет идеолитмы чуть-чуть потому что у него вся практика она исключена функциональной практике сводится и получается чтобы познать не вот истину попознать можно все время практиковаться в познавании с точки зрения устройства мозга да и прирастание синаптических связей которые прирастают мгновенно каждый день по чуть-чуть по чуть-чуть это были как правильно если каждый день о чем-то думать то мозг прокачивается и на самом деле в конце концов лучше познают нет так и что вы если вы познали мир вы познали истину считаете нет абсолютно правильно а когда мы мы когда изучали вопрос об истине мы помните говорили что истина это соотношение соответствие понятия объекту и объекта понятию то есть здесь уже заложено именно то вот эта абсолютная идея как единство идеи преобразования мира и идеи познания мира но давайте вернемся к определению человека все-таки которые маркс дал животное отлично какое общественное трудящиеся говорящие разумно и важна последовательность тут а в чем важность последовательности в первую очередь это общественное животное да и вот как бы тут как как пирамидка получается она трудящиеся она общественная а что такое общественное бытие это общественное производство это производство значит труд значит она трудящиеся а если трудящиеся то она должно как-то трудиться она в обществе она значит должно это животного взаимодействовать с другими животными вот она говорящая а если она говорящая то значит она обладает разум значит она и разумная вот то есть все эти все эти определенности человека которые складываются в определении и на самом деле это уже можно сказать что это понятие человека потому что здесь прямая указать прямое указание и на бытие и на сущность человек продавить выделяет те качества которые уже разделяются состоянием то есть мы не говорим о тех чем человек не является ну наверно да давайте мы пойдем дальше так перейдем к музыку мы заключением кто может что-то сказать про умозаключения вспомнить что я могу сказать кому заключение еще да я вспомнил что такому заключение кто-нибудь дочитал новому заключение может сказать вот когда мы двигаемся в разделе осуждения субъект есть предикат да и вдруг вдруг на вот это вот простую вещь гегель тратит да вот в общем идея такая что в анализе вот этого вот этой формы осуждения субъект есть предикат он и как раз вот если мы откроем с содержание то мы увидим что здесь это все есть суждение наличного бытия сначала то есть он возвращается ко всем тем категориям которые мы прошли до этого в других в других в других томах и в других книгах да вот он начинает суждение наличного бытия положительное суждение если вы там рассмотрите почитать аккуратно что такое положительное суждение это просто вот суждение как оно есть без всяких дальнейших определенностей отрицательное суждение бесконечное суждение вот мы видим что здесь у гегеля возникают те категории которые мы видели в сфере наличного бытия дальше суждение рефлексии рефлексии это как как какая какая книга сущность сущность сингулярная партикулярная универсальное суждение то есть он двигается в соответствии с тем движением которые мы наблюдали в категориях в учении об и те и учения сущности и рефлексирует эти категории на вот эту форму субъект есть предикат и он из этой как бы из из рассмотрения вот этого вот этой формы субъект есть предикат по отношению к различным категориям предыдущих томов и выводит вот эти всяческие суждения и заметьте что здесь они если внимательно почитать они появляются как раз логично не так как в формальной логике там как бы их насыпали рядом и сказали что вот это хорошая классификация как бы они рядом положены они не выводятся одна из другого непонятно откуда они берутся а здесь он эти суждения прямо выводит примечательно что в суждении субъекты предикат они могут в ходе суждения меня да 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 правильно но это как раз возвращение 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 к тому что да он говорит о тотальности как раз и то есть на самом деле оказывается и субъекты предикат ну как они в начале появляется как единичное и всеобщее тот факт что это на самом деле одно и то же единичные всеобщее это одно и то же и в то же время это не одно и то же дает ему в какой-то момент возможности это субъекты предикат поменять местами да и из этого тоже делает определенные выводы дальше осуждение понятия вот ну давайте обому заключение вот в суждении здесь на сказать что суждение имеет форму вот логическая связь связка в суждении какая нет логическая связка связка к осуждения извините субъект есть предикат никакой там другой связки нету в осуждении а когда мы говорим об умозаключении то здесь он прямо и пишет вот когда рассматривает а политическое осуждение в самом конце да в то в то время как субъекты предикат имеет одно и то же содержание через эту определенность напротив положено отношение формы определенность как нечто всеобщее я или особенность так да и он говорит что через наполнение вот этой связки смыслом связки есть вот это есть суждение стало умозаключением то есть когда вот этой связки субъект есть предикат вот это есть заменяется на связка становится смысловой то это есть умозаключение то есть просто умозаключение отличается осуждение единственной вещью что умозаключение связка вот это не просто есть а что это такое это нечто третье что третье может быть это либо всеобщее лифе единичная либо особенно опять и у него начинаются фигуры там эти которые он рассматривает особенно единичная всеобщее это вторая фигура единичная всеобщее особенно и так далее то есть просто вместо связки в умозаключение появляется не есть а единичная особенно или всеобщее тогда мы переходим от суждения к умозаключению вот и все давайте пойдем дальше к идее истины давайте послали суждения развивали развивались до суждений осуждения понятия у нас понятия не смущает а почему нас это должна смущать соответствующее количество разделов логики так вот а когда мат суждений перешли к умозаключением маску дата гури по понятия пропадает их у нас остается по категории 3 а понятия раз и пропал отсюда у меня некоторые вопросы будут делаться во первых мне кажется что суждение понятия они были введены только для того чтобы сделать плавный логический переход так что суждение к умозаключениям это правда причем оподектические суждения потому что они уже имеют заключениями как она здесь может быть то что как бы сразу видно то что у нас исторические проблематические оподектические суждения это просто искусственно созданная категория для пола перехода к умозаключениям тогда мы вам просто закончу почему не видимо 4 категория так скажем понятий на суждение он был бы мы заключением о заключении чтобы был главный переход по умозаключение к идее то ли что вас тоже могли быть какие-то три категории три подвида не подождите только ли за три подвида понятильных умозаключений как который доводилось бы понятия объекта допустим как примитивного механизма ну допустим солнечная система и какое-то новое понятие вот идея вален это что допустим устройство движения планет гармонично вот и мы могли бы сделать этот переход он понятильных умозаключений к идее плавно только переход а то у нас получается что ни с того ни сего вдруг выскакивает понятие объекта и потом идея как единство понятия объективности значит вопрос наверное хороший и только я хочу сказать что оба от умозаключения мы переходим в объективность и да об идее пока мы ничего не говорим переходим к размаху не ну естественно в движении движение тут все просматривается от мы идем все в конечном других абсолютно идеи в итоге да так вам что не нравится переход от вообще то что идет с разделом садитивностью но сам по структуре нет даже не высказывает ни с того ни сего просто по структуре другой чем вы видите ли суждение конечно скорее смотрится довольно но вот почему вот прямо привод последний абзац в разделе субъективность вполне себе переходит к вопросу объективности я не очень понимаю что он здесь не нравится просто несимметричность заключение да допустим пример студент учится вузе на медикам соответственно а а в этом универе есть факультет медицинский кибернетический филологический делаю вывод что студент не учится на кибернетическом и филологическом учитывайте где здесь плавно переход к объекту так делать где в интернетах товарищи давайте я думаю что мы давайте это вопрос а пока отложим я сейчас вот не готов сказать как переход делается честно сказать в есть есть пробелы и у меня в да в учение о понятии давайте мы пойдем дальше этот вопрос мы рассмотрим давайте отдельно на следующем ком занятии я посмотрю по иные на или на экзамене да на экзамене вот мы вы мне и расскажите михаилу васильевичу а как этот переход как переход этот обеспечивается я посмотрю на это я просто честно сказать сейчас не готов этот вопрос раскрыть там бросается в глаза то что система суждений система суждений она несколько длиннее чем система у нас включений то есть там еще есть категория вот этих комитий аналога комитивно суждения у нас включений я понимаю что вы говорите на я вас понял давайте еще раз повторяю на этот вопрос мы найдем ответ я могу проконсультироваться михаилу васильевичу по этому поводу и как когда-нибудь объясню вам почему так происходит давайте мы пройдем к ответу на вопрос вот вы так все хорошо рассказываете можете дать ответ на вопрос что такое механизм химизм телеология да 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 вы давайте давайте какой механизм это объект первоначально и простейшие формы по примере можно быть самым механизм там шестеренки друг друга крутят они будут совместаны друг на друга действуют превращением почти индифферентным по ним чуть-чуть там изнашиваться чуть-чуть у них и зацеп но по сути их можно друг от друга так сказать разобрать даже стороны раскидать и ничего особенно как бы и не изменится а полно зацабляет вот так вот так ну в общем на них бывает там формальным развлеченным и абсолютно вот механизм а это внешнее соединение частей то есть как мы слепили но там что-то заработало но ни на какого целеполагания пока нету ничего нету просто вот внешние соединили какие-то вещи да да мою чисто чисто внешнее соединение и все и больше ничего про химизм что-нибудь можете сказать про химизм тут вроде тоже все понятно так сейчас минуточку это такой вниз это такой вот целостная из-за не индифферентных не безразличны друг другу чистки то есть на практике это выглядит очень просто мы взяли несколько химикатов и все смешали в одну мензурку они между собой прореагировали взаимопроникновение здесь появляется вот это если механизм это просто внешнее соединение частей то здесь в химизме эти части начинают взаимопроникать друг друга важно то что в химизме к сожалению процесс конечен химическая реакция она когда протекла мы получили нейтрализованную вот эту вот смесь из химикатов и она по сути ну как бы не очень живая процесс окончен дальше идет начать теология она уже целеполагания телеология теологии это сейчас идет в этом в университете там кафедру они открывают это вот это переход уже до переход уже к идее до цель это предвосхищение результата которого можно достичь с помощью целесообразной деятельности не должно быть движение типа любителя пишу к его выберу нужную сторону так так достижение цели само собой предполагает действия бездействия цель недостижима вообще действие и при этом целесообразно но в ходе целесообразно вот этого деятельности субъективность происходит истощение объективных средств то есть мы все время хотим жрать у нас изнашиваются инструменты вот в ходе достижения вот этого цели мы можем киркой долбить скалу но скала в этом случае выступает лишь как покров который скрывает нашу цель то бишь вот мы видим в ней что в ней должна быть такая вот канула которую мы хотим выдолбить вот им этот покров получается киркой убираем 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 и в конце вот мы цель достигли при этом сама цель она в процессе и самом конце она не изменяется вообще никак она неизменна мы ее как задумали будучи разумными кстати очень хорошее замечание действительно а вот но у вас как-то примеры такие вот на уровне давайте стол рассматривать с точки зрения с точки зрения диалектики очень многие так приходят и говорят давай давайте стол рассматривали ручку рассматривать с точки зрения диалектики да надо как-то давайте такая вот давайте про производство поговорим вот цели в производстве какие могут быть чего не зависит а вот смотри допустим мы хотим не это кто так абстрактного взяли но хорошо человек хочет чем-то там достичь надо что он хочет сделать молоток потому что молоток опять про молоток все что не берем давайте про производство что такое вот как раз если мы говорим про примеры надо брать что-то крупное что такое производство это преобразование не присвоение объектов природы посредством туда нет в рамках определенной форма общества и посредством неё то есть форма общества в производстве не не бывает производства вне какой-то форм формы общества не бывает производства мы с вами собрались вдвоем в лесу и начали копать яму или что в этом скалу вы там это выкапывали пещеру не был это не производство это будет труд но это не будет производства и вот именно производство это а пив первую обществу первую голову общественные отношения правильно раз если это общественные отношения когда мы говорим о целях и о целеполагании производства нам надо говорить о какие общественные отношения как характеризуются общественные отношения при данном способе производства я вот вот к этому вас хочу повести ну вот какие бывают способы производства вы знаете вот ну давайте как с капиталистического начнем рабовладельческий феодами цель какая получение прибыли неправильно а в товарном в того в простом товарном производстве какая цель вот что-то 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 капитализм вообще что-то капитализм очень села становится становится не выступает а становится товаром или всеобщее товарное производство то есть а еще здесь когда мы говорим про всеобщее товарное производство мы говорим про бытие некая бытие капитализма и товарное производство на самом деле с некой определенностью что определился что все стало товаром так давайте тогда мы видите как бы копаем в глубь и пытаемся не здравствуйте а что социалистическое производство товарное вдруг оказалось и Lewis иские произвольные производство не товарная процессе не товарное производство тоже до феодально непосредственно этот понятно следственных продуктов производится непосредственно общественный продукт производится непосредственный он присваивается просто в этим феодалом и все да так общественные отношения устроен давайте все-таки про товарное не будем прыгать сконцентрируемся на товарном производстве значит мы увидели что капиталистическое производство то же самое товарное но с некими определенностями а у товарного производства цель какая товарищи неправильно какая прибавочную стоимость при простом товарном производстве я когда произвожу молоток что я произвожу зачем я произвожу что что мне что мне ценно в этом товаре так значит я произвожу нет не мне не молоток нужно произвести чтобы вам его чтобы вы этим молотоком гвоздь забили потом я произвожу стоимость для меня при производстве при товарном простом производстве цель это производство стоимости я не произвожу молотки ручки там машины и еще что-то я произвожу стоимость и для меня а с ключевой это стоимость я начал свое производство что произвести стоимость простое товарное производство Тоже начинается с того, что я начал его не для того, чтобы удовлетворить вас молотком Или чем каким-то другим товаром, который безусловно имеет некую полезность для вас Но для меня он имеет полезность только как стоимость, которую я произвел Значит, мы увидели, что простое товарное производство имеет цель и полагания, цель производства стоимости А капиталистическое производство какое целеполагание имеет? Секундочку, нет Я утверждаю, что капиталистическое производство, оно отличается от товарного только определенностью Значит, и цель только определенностью должна отличаться Тоже стоимость цель капиталистического производства, только стоимость специфического вида, она прибавочная Но это тоже стоимость Это не какая-то, это не какая-то, видите, надо видеть связь товарного производства и капиталистического То, что они неразрывно связаны Где простое товарное производство, там оттуда вырастет капиталистическое. Не может быть по-другому. Нельзя разорвать, сказать, вот здесь мы производим стоимость, а вот здесь мы производим прибавочную стоимость. И это является целью. Это правильно, но вы разорвали. И здесь мы производим стоимость, и здесь мы производим стоимость, но здесь форма стоимости другая при капиталистическом способе производства. Она прибавочная. Меня интересует стоимость, но в форме прибавочной стоимости при капиталистическом способе производства. ну и вы хотите сказать что стоимости себестоимость это разные категории давайте не будем прибавочная стоимость тоже стоимость вот с этим я абсолютно согласен теперь давайте перейдем к цели социалистического спуск и я к чему хочу сказать что вы очень хорошо сказали что цель не меняется в процессе капиталистического производства цель поменяется когда-нибудь мы можем улучшить капиталист капитализм так что цель капитализма вдруг поменяется будет капитализм хороший красивый и производить мы будем не стоимость не мы не будем мы будем начинать все производство не для того что произвести стоимость когда такое может быть при капитализме не может не может ответ не может как бы вы не прикрашивали капитализм как бы вы его не какие рюшечки вы на него не навешивали цель капиталистического производства будет всегда одна и та же производства при стоимости в виде прибавочной стоимости никакого другого никакой другой цели не будет и это вот я почему я хочу за это зацепился очень правильно скале цель если я поставлена томится в соответствии с этой целью движемся в понятии ничего другого не будет в социалистическом производстве какая цель это хрущевизм растут у меня все взял все все возрастающие потребности пить я плю я в растущей потребности пить вчера я пил литр сегодня меня уже на полтора это растущий по криптости это растущей потребности вот вот товарищ всех членов общества и эта цель социалистического производства все а социалистическое производство затевается с целью не при не произвести стоимость не произвести предметы производства ассен затевается она для того чтобы обеспечить полное благосостояние и свободное всестороннее развития всех членов общества организуется организуется нет никакого не сесса если вы ему не организуете никаком не естественно ниоткуда не вытечет чтобы не что не организовывали социалистическое производство конечно с удержанием с удержанием удержанием части средств производства средства производства переводе конечно используется для организации социалистического производства с с его целями но здесь что важно опять возвращаемся к вопросу о целях и о том надолго ли эти цели поставлены поменяется ли цель этого производства когда не поменяется когда мы дойдем до полного коммунизма меняется цель производства не поменяется точно так же будет обеспечение полного благосостояния свободного всестороннего развития все членов общества а что мы видели в в изменившейся программе хрущевской мы как раз видели вместо обеспечения полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества все более полное удовлетворение растущих потребностей вот то что мы видим да то есть фактически то речь идет уже о капиталистических целях на целях капиталистического производства напоследок вспомнил что стоимость формы за сквозь стоимость товара из затрат на средства производства и на затрат на выплату зарплаты рабочим так что как-то это где это мы говорим про социалистичное производство не в любом случае стоимость она складывается вот у нас есть затраты там на покупку станков вот на выплату зарплаты рабочим там аренду учат в этом духе или на кредит я смотрю вас touch галко не натренировал как следует нету никакой стоимости нету никакой стоимости при социалистическом производстве такой категории в социалистической политик социалистической в наборе социалистической категории они она с категории стоимости не применимо к социалистическому производства мне такой категории и и вы ниоткуда не выведите с категорию стоимости маркс вывел только потому что он 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 рассматривал товар если вы рад товар не рассматривать его категорию стоимости не вы видите никак товаров нет стоимости нет там есть другая категория есть другая категория там есть себестоимость но это не стоимость себестоимости стоимость это разные вещи ладно давайте мы на этом сейчас закончим сделаем перерыв А дальше продолжим. Как-то странно производить стоимость. Что вы производите? Стоимость. Я произвожу. Для меня в товаре кристаллизуется труд. И именно эта кристаллизация труда, как стоимость, для меня цена в этом товаре. Потом она перейдет вменную стоимость. Ну что, товарищи, мы продолжаем разбирать вопросы, связанные с третьей книгой, с учением о понятии. И нам осталось пройти еще раз, мы это коротко об этом говорили, но нам об этом поговорить немножко подробнее, об идее истины, идее блага и абсолютной идеи. Я думаю, что эти вопросы можно свести к одному выступлению. Кто хочет раскрыть эти вопросы, и мы какие-нибудь примеры разберем по этому поводу. Давайте, товарищи. Кто еще не выступал? Ну? Не стесняйтесь. Вы про идею блага знаете что-нибудь? Нет. Это то же самое, что идея добра. Идея блага – это идея добра. Хорошо. Ну, давайте пойдем тогда, так сказать, вместе это будем проходить. Значит, про идею истины. В чем эта идея заключается? Во-первых, что такое идея? Мы себе отвечаем на вопрос, что делать? Правильно. Дело в том, что это понятие объективности. Можно так сказать, да. Когда мы говорим об истине, что мы говорим? Что делать нам? Идея истины. Что мы этим имеем в виду? Что мы хотим сказать? Соответствие. Понятие. Ну, что мы этим выражаем? Выражаем тот факт, что мы хотим познать мир. Да? Да. Верно его отразить. Выразить в понятиях. То есть отразить у нас в голове. Истину найти в том смысле, в смысле соответствия понятия объекту. Так? Вот. Вторая часть. Объекта понятию. И как раз мы переходим к идее благо. Называется идея благо, но на самом деле это идея преобразования мира. Преобразовывать мир надо в соответствии с чем? В соответствии с чем? В соответствии с чем? В соответствии с чем мир надо преобразовывать? В соответствии с посланием президента? Или с чем? В понятием. В соответствии с понятием. С понятием. Если мы понятия выразили, в понятиях выразили, познали истину, то дальше и мир надо преобразовывать в соответствии с этим понятием. Так. Абсолютная идея. Тут уже вообще все понятно в самом конце. Это единство просто. Что бы тут Гегель не писал, как бы он дух не пытался к этому вопросу прицепить Бога и так далее. Это единство идеи истины, идеи теоретического познания мира, и идеи блага, идеи практического... И единство тождества. В каком смысле тождества? Тождество теоретическое и практические идеи абсолютно. Ну а не к неодействию или нет? Тождество не единство. Тождество с отрицанием. Ну, я сказал, что когда вы говорите тождество, они же различные. И то идите до различной идеи. В тождестве мы... Это тождество различного. А они в единстве находятся. Потому что если уж, если мы говорим здесь про тождество, то в некотором смысле они противоречат друг другу. То есть и в единстве они находятся. В единстве. Куда без синей? так в пример кто ведь может привести абсолютной идеи кроме бога но ту гегель а вот все приводится к этому собственно говоря бог это и есть абсолютная идея у него так как но если мы это отбросим то какие примеры абсолютной идеи абсолютно точное поражение мира полная и точная но это идея истина так отразили вроде как и действия вот вы как-то опять идеалистическое что-то практическое такое практическое да практическая реализация абсолютной идеи есть какая-нибудь примеры какие-нибудь партия коммунистическая товарищи чем занимается как это нету как это нету как понятие как понятие давайте разберем как понятие коммунистическую партию что такое с идеей научного социализма с рабочим движением 8 занимается коммунистическая партия научный социализм это что такое это идея истины есть то есть научный социализм это описание в понятиях того что должно быть а рабочее движение ну что 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 такое рабочее движение в каком смысле есть понимается но эта практика есть потому что рабочие только способны реализовать те те идеи которые имеются в научном социализме потому что это единственная материальная сила которая объективно наиболее полно заинтересована во первых реализации этих идей а во вторых объективно может эти идеи реализовать поэтому в этом смысле коммунистическая партия как авангард класса рабочего класса и есть абсолютная идея потому что она соединяет теорию с практикой в рабочем движении вот это одно из таких очень хороших примеров абсолютной идеи тут вроде как-то абсолютно абсолютно слово словечко абсолютно карта что она прям что-то великое но вот коммунистическая партия рабочая партия это нечто вот размером с абсолютную идею то есть это нечто такое крупное большое как который реализует абсолютную идею как соединение идеи истинные идеи блага теория партия рабочие движения они выступают в качестве некой эффекции то бишь у нас вот есть какая-то идея мы считаем что она истинно пытаемся на практике это дело что значит мы считаем выше мы это кто мы это кто партия и сочувствующий я так вы начали с плохого мы считаем начинаем их там за пятилетку предваряете там действительность вы выучать вы пришли на какие-то частности на частности пришли а в общем научный социализм это истина или нет нет я вас спрашиваю вот научный социализм это истина или нет отражает истину вы на какие-то частности пятилетки у вас какие-то пятилетки пятилетки появились так вы на частности спустить накида пятилетки петели в пятилетках могут быть ошибки и так далее и прочее вы сейчас такая предлагаю крупном поговорить о вы говорите о чем-то очень мелко один наш вопрос логически вытечет так отвечайте на вопрос а не уходите является ну давайте давайте начинаем оказывается мы что-то там не предусмотреть получать не все полно хорошо так плоховато наслечился ездит получается мы нашу идею куда теорию это решение корректируем там то что за север и вы корректируете не давайте больше не продолжать теорию мы не корректируем теория если бы она истинная либо она не истинно марксизм как единство политика политической экономии научного социализма и диалектики это истинная теория или не истинная или мы на каждом съезде будем определять ее истинность не меняется цель вот и именно что если мы выражаем в понятиях то в понятиях мы выражаем истину а теперь как реализовывать и мы будем реализовывать именно эти понятия именно эту истину вопрос том как мы ее реализовываем где мы тактически где стратегически меняем подходы это не вопрос истины это вопрос уже реализации но теория как таковая она от этого она не меняется от съезда к съезду вы посмотрите что поменялось вот в теории не у не должна нет а мне не нужно не меняется я утверждаю если вы где-то записали так она это не теория менялась это меня меняли программу партии теория осталась истинный мы просто пошли в другую сторону мы пошли не в сани соответствии с этой теории а пошли развернулись на другую сторону пошли так это проблема партии а не проблема теории и реализации его конкретной реализации вот когда мы говорим о абсолютной идее то что я имею ввиду в под абсолютный день когда я говорю о коммунистической партии имеется в виду именно теоретические положения не то как мы реализуем эти теоретические положения это может быть разные разные которые к этому вопросу подходы и оценки но от этого от подходов теоретические положения не становятся ложными не меняются нигде и те теоретические положения которые проверены скажем в при построении социалистического общества в советском союзе они ложными не станут уже это как закон ньютона он не станет ложным не станет ложным уже никогда вы как он как он был что там что в инерционных системах счисления результирующая сила действующая на тело прямо пропорционально массе тела и обратно пропорционально и значит ускорение прямо пропорционально люстерию силы и обратно пропорционально массе тела так это и останется в инерционных инерционных системы счисления так это и останется если вы берете не инерционную систему числения то там все что все что угодно может быть но в инерционных системы числения закон ньютона будет вот такой ну вот меня меня учили в школе что это не подождите секундочку давайте так давайте так есть первый закон ньютона он говорит о том что существуют такие системы в которых свободное тело находится в состоянии покоя или движется равномерно такие системы называются на рационами . 2 законом на в инерционных системах числения 3 законом в рационных системах числения силы силы с которыми два тела взаимодействуют друг другу равны по модулю и обратно по направлению все тут как бы все за все ньютон закрыл все за нас дел дополнение давайте давайте выявлять но не дополнение мы выявляем из того начинаем что это все неправильно собраться мне полно пользоваться методом диалектическим первую очередь проверять на практике научным методом надо пользоваться методом диалектическим да вот метод должен быть то есть вы должны видеть где какое движение как из чего марксин состоит и вот когда ленин говорит что марксин состоит из это литой кусок стали это он именно это имеет ввиду нельзя взять вилку и ложкой подковырнуть оттуда что-то выковырить оттуда нельзя прибить гвоздь к нему еще какой-нибудь не это вот прямо литой кусок стали и ничего то с этим уже не поделаешь как бы что некоторые товарищи не хотели бы с этим сделать давайте дальше давайте у нас осталось не очень много времени может быть останется какое-то время еще на вопросы но я хочу все-таки обратить внимание на то какие задачи какие ответы пришли от товарищей обучающихся заочно и по крайней мере как какую-то часть этих работ я проверил скажу некоторые комментарии и расскажу кому я поставил зачет значит давайте мы пойдем с конца василий александрович вишняков зачтено владимир леонидович буевич зачтено юрий александрович густелев зачтено да я не буду читать город потому что здесь как-то в этой системе ничего надо разобраться не понимаешь как не открывая прочитать город александр владимирович башмаков зачтено александр сергеевич белинский зачтено арсений яндураев зачтено сергей юрьевич варганов зачтено антон владимирович асташенко за чтен о олег семей зибров зачтено фёдор николаевич богданов зачтено александр сергеевич окишев зачтено анна антонелли зачтено сергей михайлович дзюба зачтено зима джеральна бакус зачтено игорь викторович бунин зачтено. Максим Вадимович Евтихов зачтено. Камиль Шамильевич Авдулаев зачтено. Виталий Николаевич Брюханов зачтено. Рано Рустамовна Жакупова зачтено. Алексей Викторович Адамов зачтено. Дамир Галимжанович Ищанов зачтено. Станислав Витевский зачтено. Евгений Геннадьевич Бронин зачтено. Евгений Александрович Ахтемзянов зачтено. Владимир Александрович Бахаев зачтено. Влад Армстронг Ариков зачтено. Денис Викторович Киселев зачтено. Анастасия Александровна Рухляда зачтено. Александр Алексеев зачтено. Светлана Николаевна Черякова зачтено. Так, а вот Здесь начинаются «Следующие товарищи застены замечаниями». Вот эти замечания мы как раз сейчас разберем. Олег Геннадьевич Гуркин. Сейчас, Олег Геннадьевич Гуркин загрузится у нас. Несколько буквально работ, в которых у меня есть замечания. Вот мы их сейчас и разберем. Олег Геннадьевич Гуркин. Город Уфа. Вот Олег Геннадьевич пишет об «Идеи блага». И пишет следующее. «Идея блага имеет своим содержанием только само соотношение – живые существа и внешний мир, где субъектом и понятием служит живое существо, а объектом – внешний мир». «Внешний мир может препятствовать процессу или способствовать жизни. Живые существа могут находиться в соответствии и единстве с внешним миром, или же между тем и другим может возникать разлад». «Живые существа в единстве с внешним миром образуют идею блага». То есть, как-то такая благостная картина очень. Ну, как бы мы – живые существа. Кто-нибудь сомневается, что я сейчас нахожусь в единстве с внешним миром? А кто-нибудь не находится с внешним миром вообще из нас, товарищи дорогие? Ну, то есть, есть кто-то, кто с внешним миром не находится в единстве? Таких, я думаю, у нас как бы нет. Мы не изолированы от внешнего мира, мы с ним находимся в единстве. Поэтому говорить, что если мы находимся в единстве, значит идея блага уже реализована. Мы в единстве, идея блага реализована. нет так не получится идея блага это иди именно идея преобразования именно мы делаем цели полагания и в соответствии с целями изменяем внешний мир идея до соответствия преобразование соответствия с понятием конечно да ну вот благо это так сказать благо 748 давайте посмотрим как тут он благо не вижу я пока этого абзаца честно сказать а вот это определенно содержащиеся в понятии равны ему и заключающие себе требования единичной высшей действительно внешней действительности есть благо внешняя действительность это соответствие понятию так ну и вот здесь да олег геннадьевич как-то упростил идею блага и дальше говорит правда про абсолютную идею что это единство теоретической идеи который отвечает на опрос что делать теоретически ну не просто отвечает на опрос что делать то же это любая идея а именно истинная идея истинный истинного отражения материи то есть идея сознания мира и практические идеи идеи преобразования мира или идеи блага как написано у геннеля да вот это абсолютно верно что называется дальше дальше александр богадаев пишет товарищ понятие это философская категория содержащая все предыдущие категории науки логики гегеля ну товарищи так начинают как бы издалека понятие это философская категория наука логики это книга принципе можно конечно так наличное бытие в объективной логике развивается и отрицается отрицание на личного бытия это сущность при углублении сущность его развитии мы отрицаем и сущность который снова проявляется бытие ну как быте в котором просвечиванию сушность опять вот здесь мы уже встречали эту ошибку что в сущности мы отрицаем не наличное бытие товарищи я я просто этого эту ошибку видел уже неоднократно не просто наличное бытие отрицается отрицание наличного бытия но в первой книге еще когда-мы не бытие когда мы ничего мы дошли до наличного бытия мы в наличном бытие помню что наличное бытие рис туда есть результат снять и остановления значит она снялась но она в этом наличном бытие есть значит бытие это на само наличное бытие ничто она ее лицо его на там на пить в этом наличном бытие и мы говорим что небытие отрицание в наличном бытие называется небытие Все. Ну или ничто в наличном бытии. Но ничто – это отрицание бытия. Правда ведь? То есть отрицание наличного бытия появляется, это седьмая категория. Это не бытие. Просто. Нельзя говорить, что отрицание наличного бытия – это сущность. В диалектике всеобщее есть единичное. А каждая единичная относится к всеобщему. Каждая конкретно единичная можно понимать как особенная. Да, это правильно. Но вот когда мы говорим о понятии, а не просто в диалектике. Вот. И тут товарищ Богодаев из Иркутска, кстати, он встает на такую жесткую гегелевскую позицию. Абсолютная идея – это идея, которая познала сама себя и вернулась к самой себе. Ну, то есть это вот чисто идеалистическая позиция гегеля, с которой, вообще говоря, нам, Владимир Ильич, предлагают уйти. Вот из гегеля нужно выбросить именно вот это положение. Все остальное в науке логики все движение – оно истинно. Оно соответствует и материалистическому пониманию мира. А вот это надо выкинуть. А тут товарищ это пишет. Ну, дальше он пишет. В материалистическом истолкновании – это материя. А как единичное высшее его проявление – это человеческое общество. Единичное высшее проявление чего? Материи или абсолютной идеи – это человеческое общество. Человечество, которое познало материальный мир, осознало себя и вернулось к самому себе. Ну, здесь что-то верно в том смысле, что материя развилась до высшей формы. Эта высшая форма – человек сумела отобразить эту материю при помощи сознания. И в том смысле, что материя вернулась к самой себе. Да, это материалистическое толкование. Но я поставил зачет с замечаниями, тем не менее. А можно вопрос? Да. Вот вы только что сказали, что Гиггет был идеалистом, и выражение о том, что… Выходите с полицейские – это мысли через себя в качестве мысли, чьи и логической идеи, когда мысли сама себя в качестве мысли, вот такая вот бесконечность получается. Вот он, Гиггет был идеалист, и это надо выкинуть. Нет, вы можете стоять на этом жестко, твердо, в смысле. Нет, вы не могу просто сказать. Вас не призываю к этому. Ну, вы можете, если вы стоите на идеалистической позиции, и, значит, чем отличается материалистическая позиция от идеалистической? Вот вы, например, стоите, уж извините, на идеалистической позиции. Например, 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 например. А я стою на материалистической позиции. Ну, или наоборот. Мы можем друг друга переспорить как-нибудь? Нет. Нет, потому что логически опровергнуть идеалистическую позицию никак нельзя. Есть Бог, и все. Подождите, подождите, подождите. Я хочу вам разъяснить, в чем разница между нами в итоге получается. Разница очень простая. Из этих философских оснований, как говорит Энгельс, все философы разделились на два лагеря. Они разделились на два лагеря, чтобы поспорить посильнее друг с другом, или по каким-то другим причинам все-таки. Различия между материализмом и идеализмом лишь в выводах, которые можно делать из философского основания идеалистического и философского основания материалистического. Если мы становимся на философское обоснование идеалистическое, то выводы вполне себе удовлетворительны для буржуазии. Поэтому буржуазия за идеалистическую позицию двумя руками. Абсолютный идеализм, объективный идеализм, субъективный идеализм, все одно. И это Ленин вполне себе хорошо показал в работе «Материализм и империя критицизм», что из обеих этих позиций абсолютного идеализма и срепсизма выводится логически, вполне себе логически. Вот мы встали на эти позиции, дальше идем только логически, развиваемся. Выводы вполне себе утяжительные для буржуазии. О бесконечности капитализма, о том, что его надо все время переделывать, приукрашивать и так далее. Вот какие выводы следуют. Из материалистического философского основания, то есть если мы встаем на позицию диалектического материализма, выводы для буржуазии, увы, неутешительные. И вы можете сказать, что все равно, куда мы встанем, и мы друг друга не переспорим. Но все равно в том смысле, что выводы-то разные. Поэтому нам надо определиться, куда мы встаем, либо сюда, либо туда. И Гегель стоит на идеалистической позиции. И заметьте, когда он говорит о государстве, в других своих работах у него прусское государство, это венец вообще, это лучшее, что может быть в прусской монархии. Мы считаем, что он ошибается, потому что мы потеряли... Нет, мы не считаем, что он ошибается. Мы не считаем. Если вас удовлетворяют выводы, которые делаются из-за идеалистической позиции, стойте твердой на политической позиции. Да, это именно вопрос, кому выгодно. Это же экономический вопрос, да? Да. Опять же, экономический вопрос. Буржуазии выгодно стоять на идеалистической позиции. А поскольку они логически их не опровергнут друг другу, все опровергается в классовой борьбе в итоге, в выводах. Я хотел сказать, что аддитивно ты классовой борьбал от того, что ты ставишь на идеалистическую эмоциональность. Она никуда не исчезнет. Просто на какую сторону он встать. На какую сторону баррикад. Но я не рекомендую никому ходить по самим баррикадам, потому что тогда будут стрелять с двух сторон. Поэтому уж надо определиться. Либо вы там, либо там. У нас тут есть некоторые товарищи, которые шатаются. Стоят на баррикадах и пошатываются. Куда бы свалиться им. Их просто балансируют. Но первых стреляют тех, кто ходит по нейтральной полосе. А по ним стреляют по первым. Так что это я рекомендую иметь в виду. Давайте пойдем дальше. Значит, Егорчев Михаил Анатольевич. Город Пермь. Товарищ раскрывает вопросы. Так. Вопросы почему-то не раскрываются. Сейчас. Товарищ пишет, что истина отвечает на вопросы об идее истины. Истина, пишет товарищ Егорчев. Единство противоположных суждений или согласие некоторого содержания с самим собой. Вот это номер. Но это как бы совершенно неправильно. Истина есть, как мы уже много раз говорили, это соответствие понятия объекта и объекта понятия. Если вы единство противоположных суждений, во-первых, оно единство может быть эклектическое единство. Так сказать, кто-то говорит, что капитализм хорошо, это суждение. Я говорю, капитализм есть хорошо. Это утверждение. Капитализм есть плохо. Это тоже суждение. Они в единстве находят противоположные, противоположные. Их можно в единстве, как бы я их, я их произнес, значит они в единстве находятся. Это что, истина что ли получается? То есть это какая-то эклектика. И под истиной нельзя понимать эклектику. Мы слепили какие-то куски непонятные, которые как будто бы противоположны. Может быть, товарищ имел в виду что-то, но здесь мы хотим отточить, выразить понятие, это значит выразить в понятиях. Выразить точно надо. Дальше товарищ пишет. Абсолютная идея, выражая себя в понятиях, в пространстве, природа и во времени, история стремится к самооткровению. Вот это откровение для меня уже было. Потому что я не понял, как это абсолютная идея стремится к самооткровению. То есть есть какой-то демиург, видимо, как у Гегеля, который, так сказать, толкает это все и выслушивает откровение абсолютной идеи. Да, то есть здесь товарищ промахнулся прямо очень сильно. Непонятно, что такое самооткровение. Но за первый вопрос осуждения ему заключения можно поставить зачет. С замечаниями, конечно. Так. Давайте еще какую-то работу разберем. Сорин Евгений... Сорин Евгеньевич Гургата. Так. Бурагата. Пишет товарищ. Пишет товарищ. Что он пишет? В классической линии пишет товарищ. Сейчас. Корреспондентская истина какая-то. Да. Вот. Идея истины скрывает вопрос об идее истины. Характеристика мышления в его отношении к своему предмету, то есть соответствует предмету. Ну, во-первых, да, товарищи, следите, что вы пишете, как бы предложение должно быть связано. Хотя бы слова в нем должны быть связаны. Истина одна и сама обозначает все и определяет реальное бытие и действительность. Разнообразные определения не могут ограничить саму истину, а лишь являют обнаружение существования истины и цель их, познание смысла и сути, полноты целостной истины. В классической линии, пишет товарищ двоеточие, корреспондентская истина – это соответствие мысли или высказывания и действительности представления, предельно адекватное и совпадающее с реальностью. То есть, если оно чуть-чуть неадекватное, то это тоже истина, предельно адекватное. Но чуть-чуть неадекватное все-таки, это истина. Что такое корреспондентская истина? А, это он про корреспондентов говорит. Я понял. Да, это к философии, которой мы здесь занимаемся и имеем отношение, вопрос о том, что конкретные граждане, работающие как корреспонденты, что они поднимают под истиной, нас это совершенно не интересует, а слово «вообще». Так что непонятно, зачем этот вопрос раскрывать здесь. Абсолютная идея – это есть идея, выражающая полноту всего сущего. Начало, неразвитый результат, вечно живое и развивающееся. Ну, в общем, какая-то непонятная. Товарищ слепил что-то непонятное, и, видимо, как-то предложение у него не получилось. Но мы об этом уже говорили, это единство идей познания, идея преобразования мира или идеи блага. А у товарища, товарищ тут ставят идею впереди материи тоже, так или иначе. Да, вот абсолютная идея, проходят три ступени развития, логику, природу, дух. Все здесь наполнено идеализмом. Но в целом, за какую-то мысль здесь я зачет товарища поставил. Ну что, я думаю, что мы можем с разбором работ закончить. У нас осталось некоторое время, давайте там 5-7 минут еще. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Вопросы общего характера, любые, не связанные даже с наукой логики. Если есть, давайте я на них отвечу. Если вопросов нет, все понятно, изучаем науку логики дальше. Я думаю, что я должен заметить, что та глубина, с которой мы в этом году прорабатываем и учение о сущности, и учение о понятии. Конечно, это может быть мое субъективное такое оценка, но она значительно отличается от того, как мы этот вопрос прорабатывали и обсуждали с предыдущими курсами Красного университета. Так что я... Что вы расстроите, говорите, да? А? Я хочу, я хочу, с одной стороны, вас подбодрить, а с другой стороны, сказать, что... У вас глубже? Не-не-не, именно вот в этом году значительно глубже разбирается, да. Да, видите? Ну, надо признаться, что сущность как-то не задалась, по сравнению... Не пошла, да? Но сущность, скорее всего, сущность сложнее для меня, ведь все там суждения, умозаключения, они, в принципе, как-то встречались в формальной логике, которую я изучал в школе даже. И тут материал такой более-менее знакомый. А в сущности вообще все как бы берется с отрицанием и отрицание-отрицание, движение от ничто к ничто, и это немножко, да, ломает стереотип. Вот, но в целом, я хочу сказать, да, сейчас я закончу, и в целом я хочу сказать, что в Красном университете я вижу, что товарищи приходят уже подготовленные, а не как раньше. Там было такое ощущение, что просто прочитали там что-то, списали откуда-то, даже не из Гегеля, а из какого-то плохого учебника, и больше ничего не трогали по этому вопросу. Я вижу, что товарищи и смотрят, я думаю, и кружок диалектики, да, который Михаил Васильевич ведет. Вот, если не смотрят, то я крайне рекомендую это сделать. А вот этот год, кстати, по-другому? За все. Нет, понятно. Но там движение такое, значит, смотрите, движение такое. Где-то, я, честно сказать, последние годы в нем активно не участвую. Но я тоже смотрю все эти, все, все выпуски, потому что интересно, мы с Михаилом Васильевичем периодически просто обсуждаем эти вопросы. Сначала мы, там, где-то к году в 2012-2011, в 2012-м, просто шли в учение обытии, причем шли именно вот как штудировали. Мы проходили немножко вперед, оступали назад, опять проходили вперед, оступали назад, проходили вперед. И так мы шли где-то, наверное, года три. Года три. Да, только по учению обытии. Потом перешли в учение о сущности, и там, по-моему, два года точно так же, с методом бульдозера. Прокопали немножко, отступили назад, прокопали немножко, отступили назад. Сейчас, я так понимаю, с сентября взялись товарищи за учение понятий. И я так понимаю, что на канале фонда рабочей академии там по годам разбито, но если вы заходите в данный конкретный год, то вы можете увидеть по названиям занятий, о каком томе идет речь. Учение обытии, учение о сущности, учение о понятии. И из этого сделать вывод, что вы хотите посмотреть. Вы можете как-то прокомментировать, вот в прошлую среду, на почту ссылки на заслали, там Михаил Васильевич на каком-то другом канале, тот тоже вот лекции записывает. Михаил Васильевич много где записывает бесед, он и с Дмитрием Пучковым записывает беседы, и с Семином у него были записаны беседы, и со Стейшн Маркс у него были записаны беседы, так что я не знаю, что вам прислали. Это вот можно... Система удаленного доступа, да, если мы разослали. Это не делал не я, это делал товарищ Мордовин, а я, видимо, в списке рассылок не участвую, потому что я и по работе разбираю порядка 200 писем за день, мне достаточно. Я не готов еще все ссылки просматривать, которые рассылаются на массовой аудитории. Так что, не могу никак прокомментировать, но, ну, записывался где-то, так в чем вопрос? Записывался. А, просто записывался. Да. Да. Вот насчет тереологии, мне вообще глобально, с целью Гегеля, заход такой, что есть какая-то цель, вот цель такая абсолютно антилистическая, и мы всех не стремимся, она всеми нами владеет. Как бы ведет нас. Да. А с практической точки зрения, с материалистической, мы можем вращать эту тереологию, рассматривать, как бы, и практическое пользование? Материалистическое, практическое пользование, помочь рабочему классу осуществить диктатуру пролетариата. Как вам такая цель? По-моему, я тебе ее, она как относится сейчас к тереологии просто. Ну, так напрямую, вот как бы, к тереологии, а какую связь с тереологией вы хотите увидеть здесь? Материалистическое. Материалистическое. Я не очень понимаю. Материалистическое. Теория марксизма, и вообще это, как бы, одно из ключевых мест. И не зря там Ленин, когда вопрос о цели производства, спорил с товарищами. Там он даже где-то, наверное, в самом начале объективности, по-моему, где-то он выводится к тереологии, как бы, отдельно от объектов, от моментов ее, от моментов составляющего объективность, вы скажете, непосредственности, и, как бы, закон существует, который, вот, который телеполагание существует отдельно, а вот моментов составляющих. Не готов, вот, не готов сказать, не готов ни подтвердить, ни опровергнуть. Еще вопросы? Если вопросов нет, товарищи, всем спасибо. Занятие окончено.